Автомобильное движение машин с заниженной подвеской. Автомобили практически ползут по асфальту, но водители признают, что уже не могут жить иначе. Зачем они тянутся к земле и как передвигаться по нашим дорогам? На встрече с участниками клуба побывал Захар Письменных. Они собираются не так часто, но зато съезды проходят очень громко. Движение без посадки, авто нет, давно охватило всю страну и появилось в нашем городе. Сейчас в Красноярском клубе больше тысячи участников. В основном автомобили отечественного производства самых разных моделей и годов выпуска. Их в прямом смысле кладут на асфальт. Пиленный шток на 7 сантиметров и сам корпус. То есть за счет этого она довольно-таки мягкая и в то же время низкая. Можете высоту убедиться, то есть получается ниже на 16 сантиметров. То есть если мерить по айфономеру, как у нас принято, это буквально не доходит, ну, сантиметра два. Движение под названием «Лоу Райт» зародилось в Америке 60-х годов 20-го века. В этом веке веяние подхватили и в России. Рассказывать о своих творениях водители могут бесконечно, ведь большинство делали все своими руками, вкладывали в авто последние деньги. Для души, для того, чтобы замечали в потоке. И когда многие производители автомобилей бьются за увеличение клиренса, без посадочники измеряют у кого ниже. Часто машина теряет в росте до 20 сантиметров. Укорочено, ход подвески, то есть как стандартная подвеска уже не будет. А потом винтовые стойки, то есть регулируемые по высоте, машину можно регулировать. И пневмоподвеска. Многие владельцы таких ярких авто имеют другое средство передвижения. Эти автомобили используют как машину выходного дня. Но есть и те, кто на них свободно передвигаются по городу. Сергей Лейман как раз из таких. Он рассказывает, что часто из-за город выезжает на своей «семерке», пока еще нигде не застревал. Да и лежачие полицейские не пугают. Ясно, понятно, что где-то приходится маленечко притормозить, объехать препятствия. Куда без этого. Как сказать, чем Россия богата, тем и живем. Так и выкручиваемся в ней, в принципе. Что поделаешь. Красота требует жертв. Родина низких машин в России считается Кавказ. Однако одним из самых известных городов среди любителей посаженных авто сейчас Красноярск. Ведь как раз в нашем городе живет автор песни, которая стала гимном движения без посадки. Дмитрий Брюханов признается, что с детства полюбил машины, которые ближе всех к асфальту. И текст написал буквально за пару часов. Песню даже не раздумывал, как ее писать. Просто сел ее и сходу написал. В общем, просто как музыка играла, да, я текст набросал и все. Про жизнь нашу, да, про то, как молодежь, как и, то есть, какое движение. Вот это вообще, в общем, Бэпан. Автолюбители рассказывают, что, глядя на их машины, все реагируют по-разному. Одни глазеют и поднимают пальцы вверх, другие, наоборот, осуждают. Не отрицают лоурайдеры и то, что их часто останавливают сотрудники ДПС. Но, несмотря на все это, участников клуба становится все больше, а машины ниже. Захар Письменник, Денис Шабанов, Новости ТВК. Захар Письменник, Денис Шабанов, Новости ТВК.